Рябов Игорь Викторович, главный тренер Родина М. Ваши впечатления от прошедшего матча? Впечатления хорошие остались. Поздравляю всех с началом чемпионата. Это было приятно играть при заполненных почти трибунах. Это тоже немаловажно. Конечно, результат негативный. Это футбол, есть над чем работать. Спасибо ребятам, которые на футбольном поле отдавались. Где-то не получались моменты, где-то получались. Но были акценты видно соперника, что перестроились они на длинные передачи. Мы пытались им противодействовать. Где-то моментами так же немного спешили. Но в целом довольны. Еще раз спасибо ребятам за самоотдачу. Есть над чем работать. Будем двигаться вперед. А вообще расскажите, как команда готовилась к сезону? Команда готовилась к сезону. Проходили мы сборы в Кратово. Там делали ряд контрольных матчей. Моделировали игру. Некоторые футболисты, вы знаете, что нас покинули. Но некоторые добавились. И наша философия, к которой пришли футболисты, я думаю, что они восприняли ее положительно. И в дальнейшем результат негативный. Но игрой остались довольны. Только будем шагать вперед. Вы знаете, что у нас Родина М это та команда, которая должна отдавать подпитку в первую команду. И для ребят есть стимул. Еще вопрос. Есть ли какие-то турнирные задачи у вашей команды? Ну, как бы руководство... Я еще повторюсь, что у нас главная задача это поставлять игроков. Давать, которые перспективные. Как бы у нас все игроки, можно сказать, перспективные. Но кому повезет больше, кому меньше. В целом, конечно, хочется и результат. Я имею в виду в турнире таблицы. Но я думаю, от хорошей игры результат будет хороший. А как бы цель такой, чтобы нам непосредственно какое-то место занять не было. Так вот поставлена задача. А какое-то взаимодействие с командой Родины 2 у вас происходит? Конечно. У нас в этом году забрали, получается, ряд двух футболистов. Которые сейчас непосредственно один Трунтов Егор. Это был наш капитан, который играет. И за Родину 2 выходит со стартовым составом. И Аза. Так же самое, который играет в атакующих действиях за Родину 2. Но он в этот раз вышел на замену так же самое за Родину 2. А как относитесь к реформам и возвращению второй лиги к системе весна осень? Ну, как бы такая реформа прошла интересная. Что необходимо занимать лидирующие позиции в турнирах таблицы. И потом дальше выходить. Но вы же знаете, что у нас есть вторая команда, которая у нее есть задачи. Первая команда, которая есть задачи. И как бы это плюс для всей Академии и структуры Родины. Будем стараться занимать лидирующие позиции и двигаться вперед. Еще вопрос. А можете ли кого-то выделить из состава сегодняшнего? Ну, не хотелось бы выделять. И как бы все ребята старались и отдавались на футбольном поле. Всем ребятам спасибо. Спасибо вам большое. Дмитрий Александрович Белоруков. Главный тренер «Динамо Санкт-Петербург». Поздравляю с победой. Что скажете по сегодняшнему матчу «Довольный Влим»? Спасибо за поздравление. Матчем доволен. Предполагали, что будет непростой матч. Первые игры они всегда такие волнительные. Знали, в общем, что команда контролит мяч хорошо. Поэтому готовились к этому. Отдали немного инициативу. Хотели играть на быстрых контратаках, на ошибках соперника. В общем-то, все у нас получилось. Единственное, только чуть плохо распоряжались мячом. Когда были эти быстрые атаки, можно было, наверное, еще больше использовать моментов и чуть более спокойно заканчивать игру. Так, все-таки счет такой 1-0 пограничный. Сегодня на поле было много молодых ребят, новеньких. Что скажете про них? Довольны ли вы ими вообще? Ну, кого-то, да, отдельно выделять не будем. Сегодня, в общем, команда провела хороший матч. И все игроки, все меня доволен. Если какие-то ошибки были, мы их проработаем. Но, говорю, для первого матча нам нужен был сегодня результат. Мы играли сегодня на результат. Хорошую, красивую игру будем чуть позже, надеюсь, показать. Во втором тайме сложилось впечатление, что у команды было в разы меньше моментов. Это означает, что уже играли по счету? Или все-таки соперник как-то перестроил свою игру в первую? Нет, игра не поменялась. Как я уже говорил, что плохо просто реализовывали эти моменты. Также перехватывали много мячом, но было много потерь. Не сохраняли и не разгоняли атаки. А так, я думаю, матч плюс-минус 90 минут одинаковый был. Какие задачи стоят у команды на текущий сезон? Ну, у нас главная задача развивать питерских ребят молодых, чтобы они прониклись большим футболом и, может быть, дальше двигались куда-то. Ну, естественно, хочется всегда выигрывать, поэтому мы ставим для себя задачу выигрывать в каждой игре. Как относитесь к реформам и возвращению второй лиги к системе весна оси? Ну, к реформе много спрашивают об этом. Говорю, что неподготовлено как-то все это сделали быстро, поэтому разные команды оказались в разных ситуациях. Поэтому, ну, как говорится, сделали, что сделали. Мы работаем по факту уже, подстраиваемся и реветь не будем. Все-таки возвращение к весне и осенью – это плюс для российского футбола? Я не знаю. Я, если честно, сам играл как футболист. Это все при мне менялось туда-обратно. И сейчас обратно опять меняется. Если честно, не понимаю для чего, для кого. Зачем-то меняет. Спасибо большое. Спасибо.